Я хотел бы еще раз поговорить об одном вопросе, потому что постоянно говорят о том, сколько долей будет, как доли будут преобразовываться в акции, будет ли один доллар, одна акция. И постоянно идет вокруг это какие-то обсуждения. Да, кстати, немного прервусь. Уважаемые коллеги, у меня уши не красные, нет? Нет? С ушами все нормально. Надеюсь. Вот так, или вот так вот показать, да? Ну, может, они у меня будут красать от наушников, да? Сомневаюсь. Смотрите, я думаю, что было бы правильнее на вопрос о долях, для того, чтобы было понятнее, поговорить каким образом. Вот представьте, допустим, вы получаете в банкомате 10 тысяч рублей, заказываете. И 10 тысяч рублей, допустим, это ваши инвестиции. Скажите мне, вот эти 10 тысяч рублей, их номинальная ценность будет, как будет зависеть от того, выдадут ли вам банкомат двумя бумажками по 5 тысяч рублей, либо 10 бумажками по 1000 рублей, либо 1000 бумажками по 100 рублей. Сумма у вас как-то поменяется. Потому что даже и здесь вы инвестировали определенный пакет, и он остается в пропорции такой же, в зависимости от того, с учетом дисконтов, по отношению к общей сумме, какой вы проинвестировали в общей сумме, долю в общей сумме. И не зависит от того, сколько акций вы в итоге получите. Ваш процент в общей сумме инвестиций, с учетом дисконтов, от этого не изменится. Просто от того, как будет меняться, какова будет стоимость одной акции, начальная цена, будет зависеть удобство обращения этих акций, ни более, ни менее того. И вот номинальную стоимость акций при выпуске будем определять, исходя из того, чтобы было удобно обращаться с ними. Но ведь если долей больше, то ценность каждой долей меньше. Да, правда, каждая доля меньше, но у вас больше долей получится. Понимаете? Вот в чем дело. В деньгах это останется то же самое. Значит, теперь следующий момент. Павел говорил о том, что нас проверяли. Нас не просто проверяли, нас проверяют постоянно. И налоговая у нас, как в своем кармане, собственно говоря. Мониторит все, что у нас есть и что мы делаем. И вплоть даже до того дошло, что сейчас рассматривается вопрос о том, что будет постоянно действующая независимая аудитория работать у нас. Для того, чтобы каждый шаг контролировался независимая аудитория. Связано то, что мы постоянно подаем на возмещение ДС. И, соответственно, тем самым вызываем на себя огонь. Ну, не огонь, а повышенное внимание. Ухо не красное, нет? Поэтому мы постоянно находимся под контролем. Так что проверяют нас постоянно. И под контролем постоянно. Поэтому там какие-либо операции мы и сами не планируем, и не занимаемся этими делами. А уже пишут, уже красное. Ну, это от этого самого, от наушников. Ну, и нам спокойнее, когда контроль постоянно работающий. Если мы где-то оступимся, или даже попытаемся оступиться, нас уже старшие товарищи поправят. Скажем так. Теперь о том, что Павел сказал, о суммах. В рассрочках мы собрали заявленную первоначальную сумму. И возникли вопрос, а почему мы повышаем до 50 миллионов. Вот представьте, что вам надо из рогатки, или даже из пистолета, как положено, попасть в мешиль, находящийся на расстоянии 25 метров, с завязанными глазами. При этом, учитывая, что дует порывистый ветер. Это приблизительно такая же задача, как задача точно рассчитать стоимость проекта на начальном этапе. И попасть чуть-чуть в чуть-чуть. Вот если мы приравняем порывы ветра к колебаниям курса, то задача становится очень интересной. Потому что вы же видите, допустим, что сейчас с курсом делается. И что на протяжении всего инвестирования, что происходило. Плюс еще, как действуют поставщики, какая у них политика сенообразованием. И много-много других факторов, влияющих. Поэтому задача сравнима с такой же задачей, как я и сказал. Либо задача, когда по баллистической траектории стреляешь непроверяемым снарядом. Можно либо очень мощным зарядом, бахнуть, либо массированным, либо как угодно. Поэтому попасть в цел мы стопроцентно не могли. Но тем не менее, подойдя к этому этапу, мы можем говорить, что наша оценка была достаточно точной. И смотрите, что когда... Ну, станьте сами на мое место и вообще на место других людей, которые начинают подобные проекты и оценивать. Потому что вы рискуете, допустим, каждый вносит деньги, рискует конкретной суммой. Вот, а мне приходилось, и команде пришлось рисковать практически всем. И когда стартовали, ведь опыта у многих людей не получено в команде, не было. Как развернуться, как будет происходить все это дело. Очень много факторов, очень много факторов, очень много было рисков, колоссальное количество рисков. Их надо было оценить, и не только оценить, и надо было предусмотреть различные варианты развития событий. И в сфере привлечения инвестиций, и в сфере развития технической базы, и проекта. Поэтому на сегодняшний день, раньше я немножко говорил об этом, на сегодняшний день я раскрою более полную информацию. Проект здания, который вы видели, вообще всего центра, проектно-конструкторско-технологического бюро. На самом деле, он состоит и состоял из четырех, в принципе, практически независимых модулей. Либо ТАПов, как угодно, по-роцелению. Пятым был непосредственно по площадке НИИТЭ. И в зависимости от развития проекта, мы предусматривали возможность развития сценария по пяти направлениям. Если бы мы собрали только мизер, небольшой мизер, то мы могли бы оснастить только ту площадку, которую мы сейчас ориентируем. И не войти в этап строительства. Это первое. Второе. Если бы мы собрали чуть больше мизера, то тогда мы бы ограничились строительством административной части, которую можно было бы разместить конструкторов, технологов, службы и кураторов, которые бы вели изготовление необходимых деталей, узлов. Методов, по кооперации скажем так, метод размещения заказов, вы устроили с исполнителями. Если сумма более высокая собиралась бы, то это предусматривался бы первый этап, это левая часть промышленного здания, в которой мы бы расположили оборудование для опытного производства. Более полное финансирование, привлеченное финансирование, позволит нам бы сделать весь комплекс строительства, но без учета оснащения участка мелкосерийного производства и производства установочной партии. Без его оборудования и без оборудованной части экспериментального участка. Поэтому вот это та схема, которая нами просматривалась на тот случай, если бы не было собрано достаточно средств привлечения. Именно поэтому мы активно, в первую очередь, развивали лабораторную часть на арендованных площадях для того, чтобы мы могли даже в этих условиях начать разработку двигателей. В принципе, на сегодняшний день, по завершению 2019 года, мы можем говорить о том, что четыре модели двигателя, 90 сотов габарита, у нас разработаны. Первая модификация двигателя, которую мы можем уже ставить в производстве, части Е3, Е4, мы можем уже предлагать в основу предпроизводства. Поэтому это уже сделано. Следующий момент. Вот мы говорили о том, что если не дофинксировано. Что будет, если будет привлечено средств больше, чем предусмотрено? Значит, в этом случае мы имеем возможность дооснастить вторую очередь этот участок по производству опытных и установочных партий. Значит, эти суммы ни в коей мере не ухудшают общее положение всех инвесторов, а наоборот усилят их позицию, потому что работа этого участка позволит нам в кратчайшие сроки реализовать первые же разработки и предложить их продажу уже в полном объекте. В случае задержки переговорного процесса у нас появляется возможность маневра полувремени, потому что мы можем приступать уже к производству партий двигателей, собственного производства и реализовывать их на рынке. Это существенно упрочные позиции на рынке и существенно укрепляет наши переговорные позиции. Вот то, о чем мы с вами раньше не разговаривали. И, в принципе, то, что я говорил, что лишняя информация, она повышает уязвимость. Но мы с вами эти этапы прошли, поэтому об этом сейчас уже можно говорить. Эту информацию мы можем обсуждать. И что можно сказать в связи с этим? Ну, небольшая мелочь. Дело в том, что нам сейчас стали предлагать деньги под малые проценты, кредиты, участие, соинвестирование, производство и так далее. Договороспособность финансовых структур резко возросла. Благодаря нашей с вами работе. Если год назад они еще просто присматривались, сейчас уже разговоры совершенно другие. Плюс ко всему нам стало намного проще разговаривать с подрядчиками о выполнении работ. Вот, появилось поле для маневра. И в этом случае наши позиции и в этом плане существенно упрочнились. Поэтому, тут уже, как говорится, есть поле для маневра. Я говорил о том, что у нас появилась возможность сегментировать проект. Потому что при завершении привлечения инвестирования в финансовых средств для первой части, для строительства проектно-конструкторско-технологического бюро, мы можем развивать проект далее. Вот, каким образом? Мы можем эти средства, которые сейчас привлекаются с других государств, с другими участниками, создание производственных мощностей, собственных производственных мощностей. Причем, предварительные переговоры, я уже говорил, были проведены, в частности, по площадке Лежа-Алабыша и по Липецкой площадке, о которых мы можем создать уже в производстве под собственные двигатели, под собственные разработки. А, кстати, еще один момент. Дело в том, что запуск опытного участка для производства установочной партии позволит нам в кратчайшие сроки начать производство мотор-колес. Потому что, допустим, стартовать с крупного производства, такой, как вот, вообще промышленные двигатели, мотор-колеса, ну, не целесообразно. Потому что сейчас надо не просто мотор-колеса производить, а уже и контроллеры, и уже двухколесные транспортные средства не приспособлены велосипеды, чтобы велосипед взяли и присобачили туда колесо. Извиняюсь за уважение. А именно транспортное средство, двухколесное, трехколесное, четырехколесное, которое разработано уже с учетом использования в его соснах мотор-колеса. И вот такой участок, он позволит делать не только установочные партии, но и первые партии мотор-колес, которые можно будет уже выводить на рынок. Теперь возвращаемся к вопросу, для чего разговаривать до 50 миллионов. Опять-таки, я немножко отвлекусь. Значит, 50 миллионов необходимое защиту. Во-первых, мы по ценам немножко не угадали, потому что все-таки деньги требуются несколько больше, потому что, во-первых, и курс, и стоимость оборудования изменились, поэтому мало 50 миллионов. И вот если возвращаться ко второй части, то, что люди, допустим, сейчас будут ходить в новый проект, в следующем этапе, мы эти деньги можем направить на создание собственного производства, выделив их, допустим, в отдельное юридическое лицо. И там уже тех, кто будут инвестировать, у них не будет. Таких этапов, естественно, как сейчас, там первые этапы с такими дисконтами, как были, потому что риски уже минимизированы до нельзя. В принципе. Поэтому, значит, в случае положительного решения, если здесь все за и против, мы можем принять подобное решение и развивать этот проект более масштабно. Если мы будем иметь собственное производство, это существенно упрочняет позиции основного проекта компании «Соломаш». потому что у нас еще более прочные и твердые позиции становятся переговором процесса. И, соответственно, мы достаточно уверенно можем создавать производство, потому что мы будем знать, что производить, для кого производить и сколько производить. И не надо будет нам постоянно маневрировать, постоянно находить точки согласия, идти на уступки и так далее. Потому что мы можем проводить собственную независимую политику. Это более выгодно и более удобно для всех, и как для разработчика, так и для производства. При этом мы можем в этом случае туда уже допускать и крупный капитал, потому что многие хотят сейчас уже участвовать, активно участвовать. И дело в том, что если мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству электрических машин, тут уже условия стартовые будут оговариваться в самом начале. Потому что когда мы начинали проект СОЛОМАШ, совместно с ОРГУ, там были оговорены, что мы делаем только с участием физических лиц. А здесь уже можно разговаривать и о других условиях. А это достаточно интересно и интересно как для участников первого этапа инвестора, так и последующих этапов, которые последуют за 12 этапом. Поэтому мы с вами, уважаемые инвесторы, коллеги, партнеры, выходим в свой сценарий, если говорить военным языком, на стратегический простор. Сразу же хотел ответить, кто-то написал, что 50 соберем, еще накинете. Поверьте, правильно, я накидывать ничего не собираюсь, не хочу. И я бы хотел, наоборот, чтобы цены не росли. Я бы вообще хотел, чтобы доллар упал еще больше, для того, чтобы не вырос, чтобы у нас оборудование мы покупаем в основном за рубежом, чтобы мы тут сэкономили еще что-то. Посмотрите, Владимир, вы пишете, что я не об этих 10 миллионах, я про то, что часть долей должны быть выкупать по дискотту 20, причем большую часть. Я с вами согласен. И пускай выкупают, выкупают и крупные все остальные, которые сидели, ждали, но уже при строительстве завода, а заводы, если он заработает эти заводы, то мы с вами на этом заработаем. Вот основной проект, целомашный, а там быстрее заработает и быстрее получит прибыль. Поэтому в наших же интересах, во всех, в интересах всех инвесторов, кто уже проинвестировал, чтобы инвестирование продолжалось, чтобы этапы продолжались, и чтобы эти деньги пошли на строительство завода. Потому что заводы строить проще, потому что это же самый проект, который мы сделали, архитектурная часть, с оборудованием, со всеми, оно при небольшой доработке, это уже тот же самый завод. И поэтому затраты времени на проектирование будут намного меньше, можно быстрее прийти непосредственно к этапу строительства завода. И поэтому можно сделать так, что после завершения работ над проектом «Судоумаж», буквально через год, заработает первый завод, и первые же разработки начнут там производить. «Это что, плохо?» Я за то, чтобы по 20-му этапу. И не будет 200-го этапа, поверьте. Никому это не надо.